Далее экономический обзор в еженедельном дайджесте. В 1999 году указ признали противоречащим Гражданскому кодексу и отменили. С 1 октября родительская плата за детский сад будет составлять 1900 рублей. Сейчас тариф установлен в размере 958 рублей. Таким образом, плата за садик вырастет почти в два раза. Повышение связано с ростом расходов на содержание ребенка. Только на питание уходит в месяц 1700 рублей. Большая часть новой родительской платы будет идти как раз на еду. Оставшиеся средства направят на доплаты кухонным рабочим и поварам. За государством останутся расходы по уходу, воспитанию и присмотру ребенка. Федеральные льготники должны до конца месяца определиться, в каком виде они предпочитают получать набор социальных услуг в 2014 году – в натуральном или денежном. Стоимость набора этих услуг ежегодно индексируется, и в 2013 году она составляет 839 рублей и 65 копеек в месяц. В том числе на обеспечение медикаментами заложена сумма 646 рублей 71 копейка, на предоставление путевки на санаторно-курортное лечение 100 рублей 5 копеек, на бесплатный проезд 92 рубля и 89 копеек. Для подачи заявления необходимо обратиться в территориальное управление пенсионного фонда по месту жительства. Отдел экономического развития малого предпринимательства и туризма начинает принимать заявки на конкурсный отбор для получения финансовой поддержки. Субсидию из местного бюджета могут получить начинающие предприниматели на организацию собственного дела с объекты малого предпринимательства в частях возмещения арендных платежей, стоимости приобретенных основных средств и погашение процентов по привлеченным кредитам и займам. Срок подачи заявок с 7 по 28 октября документы принимаются по адресу улица Ленина, дом 1, дробь 2, кабинет 18. Дополнительная информация по телефону 26 23 90. В новом сезоне рубрики «Цена вопроса» покупательную способность рубля мы будем освещать с разных позиций. Сегодня это стоимость проезда из Ростова-на-Дону в столицу. Итак, билет на самолет, если бы вы летели сегодня в Москву, обошелся бы вам в 3591 рубль. То же путешествие, но только на поезде стоит в плацкартном вагоне 2851 рубль, в купе почти на тысячу дороже 3850 рублей. Автобусный билет самый дешевый – 1500 рублей. Отмечу, что для чистоты эксперимента во внимание будут приниматься минимальные цены авиаперелета. Стоимость же проезда по железной дороге будет рассчитываться исходя из тарифов на скорый поезд номер 19 Ростова-на-Дону-Москва. Спустя некоторое время в одной из следующих рубрик мы вернемся к этому показателю. А в завершении сегодняшней «Цены вопроса» расскажем о том, что думают россияне о текущем экономическом положении страны. Большинство считают, что экономика России находится в крайне неудовлетворительном состоянии, таковых почти 52%. Считают положение дел удовлетворительным еще порядка 38% респондентов. Хорошим его признали 3,5% опрошенных, отличным менее процента. Не думают об этом около 2% участников опроса. Оставшиеся затруднились ответить.